Окунуться под присмотром врачей и спасателей в Минске и окрестностях можно на восьми станциях. Причем в пределах Кольцевой, за исключением Комсомольского озера, есть еще две локации. На одной из них сегодня работает мой коллега Александр Камович. Вечер доброй коллеги. Сегодня наша съемочная группа работает на Цнянском водохранилище. Отмечу, что окунуться здесь можно не только под присмотром спасателей, но и вместе с ними. По сложившейся традиции обряд крещением сотрудники МЧС проходят в канун своего профессионального праздника. Как полагается, перед тем, как войти в воду, место обряда должно быть освещено. Несмотря на то, что, как таковых прорубей, в этом году нет, здесь есть специальный спуск к воде. Отмечу, традиционных крещенских морозов сегодня не прогнозировали, однако ветреная погода внесла коррективы и стала проверкой на прочность. Впрочем, бойцам МЧС к таким трудностям не привыкать. Ежегодно мы организовываем купание, окунание в проруби. У нас двойной праздник, День Спасателя, а также Крещение Господне. Поэтому всех приглашаем к нам в центр. Красиво у нас люди приходят. Поэтому милости просим к нам, пожалуйста, приходите, оздоравливайтесь, смывайте себя все негативное. Цнянское водохранилище стало одним из центральных мест для крещенских окунаний в столице. Сюда приходят и с детьми. Здесь также работают зоны обогрева. Стоит отметить, что для многих религиозный обряд уже давно стал не только актом очищения духа, но и проверкой тела. Уже лет 15 ни разу не пропускал. Это для вас такой религиозный акт или в том числе и, скажем так, проверка тела? Это традиция. Очищение тела и души. Мне понравилось. Я, наверное, в Сечен году приду и еще приду. Вода крещенская, она принимается теми, кто не причащается, но это святыня поддерживает те силы, которые нам помогают духовно быть с Богом. И сегодня этот день для православных христианин, конечно, особенный. Надо сказать, что в МЧС призывают избегать стихийных мест купания и делать это в организованных купелях. Кроме того, специалисты советуют готовиться к обряду. При этом стоит здраво оценить свое состояние, исключать купание в нетрезвом виде. Несмотря на погоду, планируется, что в этом году обряд крещением пройдут больше 100 тысяч человек по всей Беларуси. Для этого организованы десятки точек во всех регионах. Также отмечу, что окунуться можно будет весь завтрашний день. Александр Камович, Антон Малюта, Дмитрий Горкуша и Алексей Правдиков. Агентстватель новостей.